Вот эта вот маленькая пушистенькая кошечка заняла моё место и хочет сама участвовать в съёмках. Вообще, этот стол мы делим пополам. Ну, поэтому придётся уступить этому маленькому пушистому комочку счастья. Да, Пушинка? Да! Всем привет, ребят! С вами я, Лера, и я рада сообщить вам, что я пересдала физику, причём на хорошую оценку, на четвёрочку. То есть все эти усилия были не напрасны, и я очень этому рада. И я снимаю это видео, чтобы донести до вас эту прекрасную новость, а также рассказать о различных способах подготовки к экзаменам. Первым делом я советую начинать подготовку заранее. совет типичный, простой, но всё же это очень важно, потому что когда материал будет поступать в мозг в одну кучу, это всё в итоге перемешается, и вряд ли из этого получится что-нибудь хорошее. Поэтому, чтобы структурировать информацию, если вам дают список вопросов, но вопросы, например, не по темам, если они по темам, то всё просто вот так вот отлично, но если вопросы не по темам, то советую вам взять и расположить их более-менее, насколько это возможно, по порядку от самой первой темы до последней темы, и проходить потихонечку. Например, ну, у меня не получалось придерживаться такого плана, но если вопросов 50, то можно учить примерно по 3 вопроса в день в течение двух недель, и, ну, взять ещё время с запасом. Или, например, учить по 4 вопроса в день, в течение 14 дней, так вы точно успеете подготовиться, я думаю. Ну, и, естественно, во время подготовки делать перерывы, о чём я говорила в предыдущем видео, давать своему мозгу и себе отдыхать, это очень важно. И не надо во время перерывов думать о том, что как же так я отдыхаю и не готовлюсь. Если вы не будете отдыхать, то информация будет запоминаться и пониматься намного хуже, чем это может быть. Также, если вы уже структурировали вопросы, они у вас идут по темам, советую вам прописывать ответы на эти вопросы. Либо прописывать в печатном виде, то есть, либо печатать их на компьютере и создать для них определенную папку или же файлик, либо на листочке прописывать. Например, как я готовилась к физике, я вопросы прописала, но прописала, например, у нас было 25 билетов. Да, пусинка. В вопросах было 25 билетов, в каждом подала вопросы, получилось 50 вопросов, я их собрала, структурировала, и 25 из них, то есть, каждый первый вопрос в каждом билете я прописала. Дальше уже поняла, что мне не хватает времени, поэтому уже учила информацию по компьютеру, также пользовалась для наилучшего понимания лекциями, которые у нас, по крайней мере, выкладывались в презентации, ну и в тетрадь тоже можно было бы заглядывать, но больше мне помогала презентация. Когда я приступила ко второй части вопросов, я уже делала кое-какие заготовки на листочках, рисунки различные, некоторые формулы пробовала прописать, но я расписывала уже так подробно, как это было поначалу. У меня собрался вот такой вот файл, и здесь собралось достаточно много различных листочков, это всё физика, и там файлы ещё, листочки. Это была первая часть ответов на билеты. Также хочу извиниться, заметила это только потом, то, что у меня стояло на паузе видео воспроизведение фона. Надеюсь, что это никак не повлияет на ваше восприятие моего видео. По долгим предметам, например, по физхимии, я брала учебник в библиотеке, где было всё написано на более простом языке, чем для меня лично в лекциях, поэтому учебники тоже, если есть необходимость, можно взять. В некоторых написано более как-то заумно, где-то попроще, находите для себя тот, который будет вам удобнее. В общем, запасаемся временем, структурируем вопросы, прописываем ответы на вопросы, учим постепенно, не валимся в одну кучу, позволяем себе отдыхать, и тогда сможете успешно сдать. Но я желаю вам не попадать на пересдачи, сдавать сессию только на отлично, или просто на хорошие оценки. А также желаю всем здоровья и добра, и всем пока-пока! Когда я приступила к второй части вопросов... Также, когда я приступила к второй части вопросов... Ну, шахматы, по-моему, тоже были классными. Субтитры делал DimaTorzok